Поклёб и сплетни, когда ты передаёшь чьи-то слова кому-то. Имам Хасан Аль-Басри был известным имамом. Пришёл к нему один человек и сказал ему, ой имам, такой-то сказал про тебя такие-то, такие-то плохие слова. Вот что же нам делать, если кто-то придёт и скажет нам о том, что кто-то про нас что-то плохое сказал? То, что мы сегодня делаем, это когда мы слышим что-то подобное, мы говорим, да какое право он имеет такого говорить и начинаем в ответ говорить что-то о нём. Мы хотим вылечить поклёб и сплетни, поклёбом и сплетни. И в ответ на поношение и ругательство отвечаем ругательством и поношением. А что же сделал великий имам Хасан Аль-Басри, когда ему передали подобные слова? Хасан Аль-Басри сказал этому человеку. Шайтан, говорит, не нашёл другого посланника? То есть шайтан никого не нашёл прийти ко мне с этими сплетнями кроме тебя? Ты являешься посланником Иблиса. Валлахи, если мы начнём говорить каждому, кто приходит тебе с каким-то сплетнями, передаёт какие-то слова, что кто-то про тебя что-то плохое сказал, и мы будем говорить, ты являешься посланником Иблиса, перестанут люди передавать друг другу что-то плохое. Никто подобного не делал с пророком Сауссом. Не было ничего подобного в маджисах салифов, в маджисах имамов, чтобы кто-то передавал кому-то сплетни-поклёб. Если ты говоришь о чём-то, то говори только добро или молчи.